Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Судьба также это ещё и сила, которая нас учит, что то, что с нами сейчас происходит, это не совсем естественно для нас, понимаете? Потому что, смотрите, человек рождается в муках, вот он родился и сразу начинает стареть, постепенно стареет. Или он молодеет сначала? Растёт. Ну, то есть, сила души, она сначала сильнее времени, то есть, человек вроде бы развивается, растёт, кажется, что он молодеет. Но, в самом деле, он стареет, он приближается к своей смерти. Просто в какое-то время наша внутренняя сила, она справляется с энергией времени, а в какое-то время перестаёт справляться. Понимаете, сначала у человека достаточно силы бороться с временем, поэтому он растёт, развивается. Но приходит время, и время начинает его перебарывать, понимаете? Но, в целом, с самого рождения мы становимся старшим и стареем. Вот, то есть, время всегда одинаково влияет на нас. У нас тело приводит к старости, а если говорить, есть ещё психическое тело у нас внутри, у нас три тела. Одно тело духовное, это душа, оно вечную природу вообще имеет, не стареет, не молодеет. Вот, одно тело физическое, которое вот мы видим, понимаем, с этим нет проблем. А есть ещё психическое тело. Там находится любовь, например. Некоторые думают, что любовь – это секс. Любовь между двумя человеками находится, и она живёт, даже человек может уехать там на большое расстояние, люди друг друга чувствуют. То есть, психическое тело, оно очень интересное, устроено, то есть, между нами связи, между людьми формируются, понимаете? Вот, человек живёт, у него появляется связь с другим человеком. Он, допустим, мать беспокоится о здоровье своего ребёнка, а другая не беспокоится. Вот поднимите руку, у кого ребёнок болеет, а вы не беспокоитесь. Вот, хорошо. А теперь поднимите руку, у кого болеет ребёнок, и вы беспокоитесь. Видите, вот это всё, отпустите руку. Смотрите, это означает связь. Вот если человек не беспокоится, ребёнок болеет, значит, судьба лёгкая. У вас в сердце находится связь со своим ребёнком. И вы, когда ребёнок болеет, если вы не беспокоитесь, значит, вашей психической энергии хватает для того, чтобы он выздоровел. Понимаете, ваша психика контролирует судьбу ребёнка. А если вы беспокоитесь, значит, вашей энергии не хватает, чтобы он вылечился. Значит, нужна какая-то помощь, какие-то силы. Но люди в основном даже об этом ничего не знают. Они не знают, почему я беспокоюсь, какие силы мне нужны для того, чтобы я не беспокоилась и так далее. Поэтому я решил этот семинар прочитать, эту лекцию, эти три лекции, для того, чтобы вы разобрались в этом вопросе. Чтобы вы поняли, как побеждать судьбу, почему я печалюсь, почему я беспокоюсь, когда это всё закончится, почему это всё началось и так далее. Как действует судьба, какие периоды у неё бывают. Как её побеждать. Это очень важная тема в жизни человека, потому что, допустим, мы когда покупаем какой-то утюг, допустим, мы должны знать, как он работает. Правда? Если мы не знаем, то что с ним делать. Точно так же и судьба. То есть мы живём в этой судьбе, но мы не знаем, как она работает. Понимаете? Мы не знаем, как она действует. И из-за этого очень много проблем. Вот, например, некоторые люди удивляются. Олег Геннадьевич, почему, что такое, почему я до сих пор не женат или не замужем? Почему, в чём дело, что такое? А, это судьба. То есть бывает, что у человека по судьбе очень трудно познакомиться. Вот семейная жизнь может быть очень хорошей, но познакомиться трудно. Познакомился, потом всё нормально. Понимаете? А бывает, что человеку очень легко познакомиться, но удержать отношения очень трудно. Бывает, легко познакомиться, легко удержать отношения. Вот. Но ругаются постоянно. То есть обязательно какие-то трудности будут, потому что человек живёт не для счастья. Мы рождаемся, мы думаем, что мы для счастья живём. Мы не для счастья живём. Мы живём для развития. Для того, чтобы мы стали возвышенными, развитыми, глубокими, сильными. И счастье человеку даётся. Два варианта всего счастья. Первый вариант. Если мы в прошлом делали что-то хорошее, доброе, то наступает время, и просто так Бог нам даёт счастье. Просто так, потому что мы когда-то сделали кому-то просто так что-то хорошее. В прошлом. Отсюда возникает важность понимания, зачем нужно делать добрые дела. Потому что это просветляет будущее. Ну то есть если человек добрые дела делает в настоящем, то в будущем у него будет лучше жизнь. Она будет лучше судьба, потому что много подарков будет в жизни приходить. Второй вариант счастья – это когда человек сдаёт экзамен. Когда он побеждает свою судьбу, и наступает облегчение. Вот, допустим, вот в очках женщины. Вы, да. Да. Вот вы, вот я так чувствую, вы не так давно победили свою судьбу, и у вас наступило облегчение. Я не могу сказать в чём. Мне кажется, что это связано с… Что наоборот? Да. То есть я перекутал от зеркалю. А вы вместе пришли? Да. Мы вместе пришли, но я сейчас набралась проблем с тяжественной души. Тут моя работа одна уже. Вот видите, как я почувствовал вас. То есть вы пришли на лекцию, это и есть ваша победа на судьбу. Да, мне просто спросить, я так вот нашла эту лекцию. Ну вот, я так почувствовал удачу в вашей жизни, что у вас повернулась судьба в сторону удачи. Я так почувствовал. Ну вот посмотрим дальше. Спасибо вам.